Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 20. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродиакона Отца Александра. Речи Господь, ко пришедшим к Нему иудеям, Аз есмь свет миру, ходя и по мнению, им отходите во тме, Но им от сверхживотный, решил бы ему фарисеи, Ты о себе сам свидетельствуешь, и свидетельство Твоей не есть истина, Отвечая Иисусе речей им, а сейчас свидетельствуя о себе, Истинное свидетельство мое, яковем, откуду приидох и каму иду, Вы же невесте, откуду прихожду и каму гряду, Вы по плоти судите, аз не сужду никому же, И аще сужду, аз суд мой истинен есть, Як един несим, но аз и послав имя Отец, И в законе же вашем писано есть, Як одвою человеку свидетельство истина есть, Аз есим свидетельствуй о мне самом, И свидетельствуй о мне послав имя Отец, Глаголах уже ему, где есть Отец Твой, Отвечая Иисус, ни мне вести, ни отца моего, Ащемя бысти ведали, и отца моего ведали бысти, Сия глаголы, глаголы Иисус, В Газофилакии уча в церкви, И никто же я к Его, Я к Неубе пришел час Его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, Но будет иметь свет жизни. Тогда фарисии сказали Ему, Ты сам о себе свидетельствуешь, Свидетельство Твое не истина. Иисус сказал им в ответ, Если я и сам о себе свидетельствую, Свидетельство Мое истина, Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого. А если и сужу я, То суд Мой истинен, Потому что я не один, Но я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, Что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, И свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. Тогда сказали Ему, Где твой Отец? И Иисус отвечал, Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, То знали бы и Отца Моего. Сие слова говорил Иисусу сокровищницы, Когда учил в храме, И никто не взял его, Потому что еще не пришел час его. Иудейский храм состоял из нескольких дворов, Где молились верующие люди. Сокровищница храма, Ставшая местом беседы Христа С иудейскими начальниками, Была расположена недалеко от места Собрания Синодриона, В одном из дворов. Конечно же, здесь всегда было множество людей, А потому трудно было найти лучшего места Для того, чтобы собрать группу Благочестивых слушателей для поучения. Спаситель обращается К слушающим Его людям со словами «Я свет миру, Кто последует за Мною, Тот не будет ходить во тьме, Но будет иметь свет жизни». Можно догадываться, Что этому поучению Послужило поводом напоминания На празднике кущей О том, как чудесный огненный столб Освещал в пустыне путь иудеям И привел их в землю обетованную. То был свет, руководивший Одним только еврейским народом И направлявший к лучшей, Чем в Египте, земной жизни. Христос же пришел указать Не одним евреям, А всему миру Путь к блаженству Вечной жизни. Александр Павлович Лопухин пишет Слово «свет» как термин, Обозначающий духовное просвещение, Часто употребляется у пророков. Но Христос, называя Себя светом, Хочет сказать этим не только то, Что Он есть носитель Божественной и спасительной истины, Но и то, что Он В силу Своего теснейшего Единения с Отцом Есть первоисточник Всякого света в мире, Что от Него и идет Не только истинное боговедение, Но и зависит Вся духовная жизнь человека, Который иначе, без Христа, Ходил бы в темноте, Чтобы выйти из этой темноты, Нужно веровать во Христа И идти за Ним. Фарисеи же, слыша эти слова И опираясь на общепринятое правило, По которому никто не может Быть свидетелем в своем Собственном деле, Ответили ему Ты сам о себе свидетельствуешь, Свидетельство твое Не истинно. Конечно, они поняли Значение слов Христа И пытались возразить, Опираясь на формальности. На что Господь ответил, Я знаю, откуда пришел И куда иду, А вы не знаете, Откуда я и куда иду. И в этих словах Содержится сознание Господом Своего происхождения От Бога Отца, А значит, Полное подтверждение Достоверности Его свидетельства о себе, А потому человеческое Суждение фарисеев, Которые судят по плоти, То есть по внешнему виду Христа, Не может быть к нему применимо. Святитель Иоанн Златоуст Поясняет, что этими словами Спаситель как бы говорит, Я от Бога, и Бог, и Сын Божий, А Бог сам о себе Достоверный свидетель. Вы же не знаете. Вы, говорит, по своей воле Поступаете худо, И, зная, притворяетесь Незнающими. Обо всем говорите По человеческому разумению, Не желая помыслить ни о чем Выше того, что видимо. Мысль об общении с Отцом Дает Христу повод Предоставить Отца Вторым свидетелем за себя. Чем может быть вполне удовлетворено И требование закона, По которому в каждом важном деле Должны выступить два свидетеля. Если же у Христа два свидетеля, Отец и Он Сам, То Его слова истины. Но несмотря на то, Что уже много раз Фарисеи слышали Речь Спасителя О пославшем Его Отце, Они, предваряясь непонимающими, Задают Ему вопрос «Где твой Отец?» В ответ на их вопрос Господь прямо указывает На единосущее Бога Сына С Богом Отцом На то, что Отец Открыл Себя людям В Сыне «Вы не знаете ни Меня, Ни Отца Моего» «Если бы вы знали Меня, То знали бы и Отца Моего» И все это является свидетельством О том, о ком нельзя рассказать Никакими словами, Нельзя увидеть человеческими глазами Об Отце, Неразлучно пребывающем в Сыне. Предстать пред Богом Отцом Во всей полноте Можно лишь пребывая со Христом, Который является светом, Указующим истинный путь. Нам же, дорогие братья и сестры, Следует помнить, Что мир имеет только один источник света Любовь Божию, Которая проникает во все уголки нашего существа, Обновляя и возрождая нас к жизни В этом мире и в будущей вечной жизни. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok